Всем привет! В эфире программа «Проспорт» с вами Кирилл Егоров. Как всегда, речь пойдет о самых ярких спортивных событиях Брестской области за последнюю неделю. Поехали! Само собой, мы не смогли оставить без внимания набирающую популярность молодежную тему – смешанное единоборство. Кстати, тот самый случай, когда в названии кроется сама суть явления. Почему? Узнаем прямо сейчас. История ММА, а именно так называют смешанное единоборство, началась еще в 7 веке до нашей эры. Древние греки, проводя первые олимпийские игры, вели дисциплину Панкратион, которая представляла собой смесь следующих направлений – критского бокса, вавилонского кулачного боя и египетской борьбы. Тем не менее, сам термин «смешанное единоборство» был предложен только в 95-м году, когда популярность уже привычного бокса стала спадать. Людям, как в древние времена, хотелось хлеба и зрелищ. Само собой, у этого вида спорта находились критики. Для кого-то бои были чересчур жестоки, хотя вроде бы силой бойцов никто драться не гнал. Важный факт. Несмотря на то, что большинство обывателей называют смешанное единоборство боями без правил, это не вполне корректно. На самом деле, правила есть. Например, такие. Запрещены укусы, удары в пак и горло, тычки в глаза, манипуляции малыми суставами, то есть пальцами. В ММА и без этого есть способы сделать оппоненту неприятно. Со мной такой небольшой маятник делать. Вот, интересно, с маятника. Конечно, у него вот удар был очень тяжеленный. И сейчас, смотрите, сам ломает. Ногу повредил. Ломает, может быть, даже... Ой-ой-ой-ой! Перелом, к сожалению. Перелом, похоже. Похоже, что перелом. Любопытный факт. Ранее в ММА не было разделения на весовые категории. Именно поэтому на ринге могли находиться бойцы с разницей в 30 и более килограмм. Разумеется, это было не совсем честно. В итоге промоутерам пришлось несколько снизить накал кровожадности и вести логичное разделение по весу. Долго ли, коротко ли, но смешанное единоборство до бролистыки и до Бреста. Предпосылками этому стало во многом появление Брестского клуба смешанных единоборств Кудо. Стиль Кудо, он довольно развит в мире. В Российской Федерации это очень большое движение с большим количеством клубов, с большим количеством участников у них свой турнир. И, ну, в чистом виде, конечно, у нас не совсем Кудо. То есть из-за того, что, по сути, мы представлены единственным клубом, здесь есть возможность выступать, здесь есть возможность показывать себя. База Кудо, оно, в принципе, подразумевает и ударную технику, и бросковую, и борьба в партере. Константин Дзю сказал, если нет уверенности, что сделаешь все правильно, сразу вешай перчатки на гвоздь. Разумеется, речь пойдет о боксе. Как вы наверняка поняли, этот ударный вид спорта, как никакой другой, воспитывает характер. Вероника пять лет назад, решив вплотную заняться собой, начала с тренажерного зала. Всерьез увлекшись бодибилдингом, девушка выступала на соревнованиях, внимательно следила за диетой и режимом, чтобы держать себя в идеальной форме. Но вскоре на время пришлось отойти от строительства тела. В связи с небольшой травмой, мне некоторое время нельзя было заниматься стяжестями, и я решила найти для себя какую-то альтернативу. У меня на тот момент был знакомый тренер исключительно по боксу, поэтому, в принципе, вопрос не стоял, чем заняться. Вот так девушка и попала в бокс. И тут, сама того не ожидая, как говорится, нашла себя. За год в боксе Вероника получила кандидата в мастера спорта. Ее заметили тренера, тренера национальной сборной. Она сейчас входит в спичный состав сборной. Она за год достигла звания кандидата в мастера спорта Республики Беларусь. Она двукратный призер чемпионата Республики Беларусь. Я думаю, что далеко пойдет. Конечно, не все могут работать на одном уровне с противоположным полом, как Вероника. Но у людей есть желание, а это самое главное. Хотя даже тренер, Томас, поначалу относился к слабому полу в этом виде активности скептически. Лично я всегда считал, что не женский. И до определенного времени, если вы знаете, то женского бокса действительно не было. С определенного времени Федерация Международная АИБа внесла женский бокс наравне с мужским. И мы обязаны с этим мириться. Несмотря на видные невооруженным глазом успехи, к своей технике Вероника относятся критические. И правильно, ведь это и есть путь к успеху. Тем более, что спортсменка сама работает тренером по бодибилдингу. Лучше всего у меня именно ударная часть. То есть я сильно бью, но я при этом довольно медленно для боксера двигаюсь. Мне нужно поработать больше над своими ногами и передвижениями. Правда, сейчас дела со скоростью обстоят намного лучше. О вопросах с забитостью ног корни уходят в бодибилдинг. Что еще раз подтверждает аксиому о трудности совмещения работы на массу с боевыми искусствами. Из-за того, что я долгое время занималась железом, у меня очень такие были закрепощенные мышцы. Я, когда начала заниматься боксом, весила на 8 килограмм больше, чем сейчас. Мне было очень тяжело тренироваться. Но сейчас намного проще. При общении с Вероникой сразу заметно. Вопреки стереотипу о девушках-спортсменках, рассуждают она более чем компетентно. Веронике пожелаем покорения новых вершин, а членам Брестского боксерского клуба развития и продуктивных тренировок. Бокс 101! Про художественную гимнастику говорят. Это труд, пот, боль, слезы и зависть. Но при этом это божественный вид спорта. Дети 4 и 5 лет делают растяжки, учатся выполнять довольно сложные элементы, работают над пластикой. Художественная гимнастика – один из самых юных видов спорта. И поэтому один из самых тяжелых. Есть дети, которые по данным очень способны, да, но им не хватает, предположим, умения. Есть дети, которые не очень по данным, как для гимнастики, но зато у нее есть стремление. Именно это стремление, а не природные данные, является главным гарантом успеха, считает тренер. Ребенок должен иметь не только гибкость, растяжку, у нее еще должна быть светлая голова, которая очень быстро запоминает, которая очень хорошо владеет предметом. Поэтому работают одинаково усердно с каждым ребенком. Анжела Михайловна отдала этому делу около 15 лет. И вот один из плодов тяжелой работы и пример вышесказанному. 14-летняя Дарья Ефимук занимается 8-й год и уже член сборной области по художественной гимнастике. Признается, за 8 лет не раз хотелось дать слабину. Было очень сложно, но надо терпеть до конца, чтобы идти по своей цели. Какая у тебя цель? Выполнить мастера-спортера. Первые несколько лет в гимнастике упор делается на работу исключительно со своим телом. Но с 8 лет девочки начинают выполнять элементы с дополнительными предметами. Обручем, мечом, лентой. Тренировки проходят после школы, где-то с 3 часов до 7 вечера каждый день, кроме воскресенья. При таком раскладе у детей часто начинаются проблемы в школе. К середине первого года занятий половина группы обычно отсеивается сама. Главное, чтобы хватило здоровья у ребенка. Хватило сил, желания заниматься этим видом спорта, потому что если на начальном этапе это больше похоже на немножко какую-то игру, то уже в более старшем возрасте это действительно работа. Очень многое, говорят педагоги, зависит от подхода родителей. Те, кто неустанно жалеет чада, могут забыть про мечту вырасти чемпионку. Такой подход себя оправдывает. Хореографию называют залогом всей гимнастики. Вопреки стереотипу, это не просто занятие под музыку. Хореография – это целая наука постановки танца, которая любой даме может впоследствии ох как пригодиться. С хореографии около станка начинается рост наших гимнасток и выход в большое будущее. Но ради большого будущего порой надо пожертвовать настоящим. Единственный день мы даем для отдыха – это воскресенье. И то, наверное, была бы возможность, мы бы занимались и в воскресенье. Стрит-воркаут – это инициатива, которая включает в себя выполнение спортивных упражнений на уличных площадках. Именно поэтому воркаутеров часто называют не иначе, как уличными спортсменами. Самое время отправиться на тренировку. С этим прекрасно сложенным молодым человеком, Денисом Беспудой, мы уже встречались примерно год назад. С тех пор Денис не то что не забросил спорт, занимался за редким исключением практически каждый день. Уличный спортсмен, не лишенный скромности, подчеркивает – работает на результат, а вовсе не для статуса. Чтобы держать себя в форме, Денису надо совсем немного. Брусья, простой турник с одной перекладиной и старый как мир метод работы со своим собственным весом – подтягивания. Во времена СССР турники стояли практически в каждом дворе. Заниматься спортом было престижно, не уметь подтягиваться – стыдно. И похоже на то, что сегодня есть все предпосылки для возвращения столь правильных взглядов. Мы покажем часть тренировки Дениса. Программу «Уличный спортсмен» составляет себе сам. Предпочтение, как правило, отдается динамичным нагрузкам. Никакой статики, только максимальное количество подходов и наибольшее число повторений. Особенно полезным считается делать так называемые круги – упражнения на разные группы мышц, с отдыхом только между подходами, после серии отжиманий, подтягиваний, приседаний. А отдых сколько? Ну, по состоянию, но не больше минуты. Хорошая круговая тренировка. Отлично, поехали. Несмотря на детальный подход к занятиям на улице, особого режима питания воркаутеры обычно не соблюдают. Я бы не сказал, что прям очень сильно загоняюсь. Просто из питания исключил все вредное. Ну, там типа там шоколада, булок, ну и прочее, то, что говорят. Сон, ну как получается. Тут как бы не угадаешь. А на этом все. Смотрите про спорт в социальных сетях и на сайте trkabres.by. И помните, спорт делает людей здоровыми. Сильными и уверенными в себе. Так занимайтесь спортом. Пока.